здравствуйте меня зовут федор васильев и мы начинаем наш урок в этом уроке будем создавать музыкальные посты на нашем сайте у нас создана значит страницы попса и клубная музыка у вас какие-то свои для начала нужно создать категории для моих страниц а потом уже создаем музыкальные посты в них идем вот сюда альбомы наводим на албом гэнерс категории альбомов кликаем по ней и у нас тут ничего нет создаем наши категории у меня значит категория попса и категория клубная музыка название вписываем категории и внизу нажимаем вот на эту синюю кнопку у нас создавалась первая категория попса аналогичным образом создаем категорию клубную музыку также можно тут создать неограниченное количество категорий и теперь давайте создадим наш первый музыкальный пост кликаем сюда all albums и кликаем вот на эту кнопку наверху от nav albums открываются страницы для создания музыкального поста также справа можете обратить внимание вот на эти блоки для удобства блоки зажавшие мышку левую клавишу можно так перетаскивать туда куда вам удобно и отпускаем мышь то есть создание миниатюр мы перетащили наверх первое что мы сделаем давайте это создадим заголовок идем на наш сам club у вас должны быть залито свои треки у меня свои кликаем например вот сюда по имени юзернейм и нажимаем профиль я залил четыре трека первый трек у меня называется так прямо отсюда копирую название вставляю название здесь давайте выберем миниатюру для картинки то есть чтобы у нас миниатюра вот вставлялась вот видите тут у меня тут картинки это и есть миниатюра музыкальных постов кликаем задать миниатюру вы подготовите какое-нибудь свое изображение каком свою миниатюру я для примера вставлю вот эту миниатюра задана спускаемся чуть ниже выбираем какой категории принадлежит наш музыкальный пост спускаемся ниже здесь по стрелке выбираем soundcloud появившимся окнах прописываем soundcloud тайтл то есть заголовок можно вставить этот же и в нижнее поле мы вставляем ссылку на этот трек идем наш soundcloud например треку вставлять вот этот кликаем прямо по заголовку и копируем вот так вот в адресной строке вот целиком вот эту ссылку вставляем ее здесь если нужно указать кнопку например скачать спускаемся чуть ниже вот в этом месте бутон текст текст на кнопки пишем link url здесь можете вставить эту же ссылку или на ссылку где человек сможет скачать данный трек поднимаемся выше и нажимаю вот на эту кнопку опубликовать нам говорят что у нас запись опубликована идем давайте на главную страницу нашего сайта мы публиковали в клубная музыка помните да навожу на музыка захожу в клубная музыка и вот наш первый музыкальный пост кликаем заходим внутрь чтобы прослушать кликаем по нашему вот этому названию и нас перебрасывает на soundcloud и ничего не проигрывается это потому что в шаблоне music play мы не включили кое-какую настройку давайте сейчас это сделаем идем в админку идем наш шаблон спускаемся вниз и кликаем player options и ставим вот здесь вот галочку audio enable disable показывает ли плеер всегда в открытом виде он будет внизу у нас показан сейчас я вам покажу и можете еще поставить play next то есть автоматически играть следующий трек и если хотите сделать по умолчанию чтобы играл авто проигрывание музыкального файла то есть человек зашел на сайт и для него сразу будет играться последняя добавленная композиция ставите на усмотрение и вот здесь вот оставляете album как есть и нажимаем сейф сохраняем идем на сайт обновляем страницу у нас внизу появился вот такой вот player по крестику вот так вот сворачивается давайте попробуем проиграть его клика вот по названию и слышим у нас играет музыка можно вот тут вот так перематывать по убавлять громкость раскрывать вот так вот список также проигрывать можно отсюда вот такой вот замечательный плеер ну и кнопка нашего скачать по клику по ней нас выбрасывает на тот же трек здесь будет кнопка download для людей до которые зашли сюда к вам ну или сюда можете указать любую другую ссылку где будет храниться файл на скачивание да давайте перейдем на главную страницу кликаем главное и у нас на главный тут не пойми ничего не сейчас я вам покажу как сделал так чтобы на главной странице поводилась какой-то определенная рубрика какая-то определенный определенный стиль музыки то есть например вы хотите сделать клубную музыку что ввозилась на главной странице вот такими же боксами здесь соответственно будет доступна и здесь или любой другой стиль который вы захотите вывести я вам покажу как это делается вы уже сами решите что вывести вам идем в админку настройки далее кликаем чтение и вот здесь ставим точку на главной странице отображать а здесь от выбираем ту категорию которую мы создали помните да мы создали пост в клубной музыке давайте проверим выберем клубная музыка и нажмем сохранить изменения сейчас видите на главное ничего нет кроме одного поста привет мир он автоматически устанавливается вместе с wordpress обновляем страницу и видим и соответственно новые посты будут добавляться вот здесь у вас в три колонки как мы выбрали соответственно он доступен и по этому адресу то есть я вам показал а вы уже сами решаете что выводить на главной странице для вас будет домашним заданием создать несколько вот таких постов самостоятельно создайте с десяток постов вот таких вот музыкальных и последний нюанс когда у вас будет выводиться в три колонки музыкальные посты скорее всего они тут не выведутся вам будет мешать наши виджеты да на тех страницах где вы хотите размещать например вот как у меня видите у меня слева справа нет виджетов идут только музыкальные посты давайте вам покажу как отключать виджеты на нужных страницах идем в админку идем страницы например в клубной музыке отключим виджеты чтобы они не отображались только на этой странице опускаемся в самый низ и вот это поле отвечает за отображение виджетов у нас выбраны по умолчанию виджеты справа можно сделать отображение виджетом слева простым кликом да и давайте вот кликнем на последнюю картинку это без виджетов и нажимаем обновить идем на сайт обновляемся смотрим и у нас виджеты справа пропали создаете посты и вас здесь он будет в три колонки ровненько на этом наш урок закончен до встречи в следующем уроке